Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Военные преступления без срока давности 8 августа. День вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии. Наша столица, новую республиканскую общественную организацию, презентовали в Сухоми. 8 августа исполнилось 15 лет со дня начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южной Осетии в 2008 году. Президент Абхазии Асланбжане поддержал югостинский народ по случаю этой трагической даты. Храбрость и мужество югостинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру. Народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения. В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам этой войны. Разделяясь братским югостинским народам боль утраты, говорится в письме главы государства. 8 августа в посольстве Южной Осетии в Сухуме состоялось памятное мероприятие, посвященное 15-й годовщине вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии. В церемонии приняли участие руководство Республики посол России в Республике Михаил Шургалин, посол Приднестровья Гарик Упалба. Вот уже ставшая традицией 8 августа мы собираемся здесь в посольстве для того, чтобы почтить память тех защитников Схенвала, тех миротворцев, тех солдат-офицеров Российской армии, которые отдали своей жизни во имя свободы и независимости Республики Южной Осетии. Сегодня 15-летняя годовщина. Война в Южной Осетии в августе 2008 года имеет очень короткую историю. Она длилась меньше недели, но ее кровавый след задел слишком многих людей, чтобы она прошла незамеченной. Между начавшимися в полночь 8 августа ракетным обстрелом спящего города Схенвал и завершением военной операции по принуждению грузинских властей к миру, датированному 12 августа, множество смертей осетинских силовиков, ополченцев и мирных жителей, российских миротворцев, солдат и офицеров Российской армии и практически полностью разрушенный город Схенвал. Наш народ безгранично благодарен и никогда не забудет подвиг российских миротворцев, солдат и офицеров Российской армии, пришедших на помощь Южной Осетии в самые тяжелые для нее августа все дни 2008 года. Память об их подвиге навечно золотыми буквами будет вписана в историю Южной Осетии. За прекращением кровопролития и наказанием грузинского агрессора последовало историческое решение руководства Российской Федерации, ставшее важнейшим событием в новейшей истории наших республик, открывшим новую веху в жизни народа. 26 августа 2008 года президентом России Дмитрия Анатольевича Медведева был подписан указ о признании независимости республики Южной Осетии и республики Абхазии. Мы не забудем ту боль, которую причинили нам наши южные соседи. Геноцид, пережитый народом Южной Осетии от рук грузинских националистов, не может быть ничем оправдан. Наш святой долг – почтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо и независимость народа Южной Осетии. Еще раз хотел бы выразить благодарность руководству и народу Российской Федерации и республике Абхазии за помощь и поддержку, которая была оказана в 2008 году и которая продолжает оказываться сегодня. 15 лет прошло с начала тех трагических событий, которые коснулись всего народа Южной Осетии. Благодаря храбрости, отваге, стойкости народа Южной Осетии, а также решительным действиям и слаженным действиям руководства Российской Федерации, Грузия была принуждена к миру. Мы все прекрасно знаем, что после реализации своих намеченных планов Южной Осетии такого рода сценарий готовился и для Абхазии. Мы сегодня вместе с народом Южной Осетии разделяем боль и скорбь. Мы в том числе ощутили на себе все тяготы войны и трагедии, которые сопряжены с войной. Пользуясь случаем, я бы хотел тоже выразить благодарность руководству Российской Федерации, которая в эти дни, в августовские дни, приняла судьбоносные решения для народов Южной Осетии и Абхазии. Сегодня сама Российская Федерация столкнулась с новыми угрозами. Я уверен, что мир на условиях России будет достигнут. Хотим еще раз выразить слова полной поддержки руководству России и народу России. Хочу пожелать народу Южной Осетии мирного неба над головой развития и процветания. 8 августа 2008 года, очень памятная дата для всех, для нас. Не только потому, что она выглядит как 08-08-08, но и как точка отсчета новой вехи в развитии международных отношений, когда окончательно стало понятно, что с новыми нацистами нельзя бороться только словом. Новый нацист, нужно искоренять силой оружия, что было сделано в Южной Осетии и что удалось не допустить тогда в Абхазии. Сейчас и абхазские, и юго-осетинские, и российские военнослужащие делают на Украине. Символично в этом смысле, что именно сейчас наши военнослужащие добивают остатки тех грузинских формирований, которые когда-то напали на мирный цхенвал и пытались уничтожить осетинский народ. Мы не допустили этого тогда, мы не допустим сейчас этого на Украине. Наши самые глубокие соболезнования тем гражданам Южной Осетии, кто потеряли своих близких, своих родных, своих друзей, залог наших побед – это союзнические отношения с Южной Осетией и союзнические отношения с Абхазией. Так было, так есть, так будет. Дмитрий Анатольевич Медведев, который тогда был президентом, неоднократно подчеркивал, что то решение, которое российское руководство приняло в августе 2008 года, было трудным, но прошедшие годы доказали, что оно было единственным верным, и те решения, которые приняты были тогда, не могут быть пересмотрены. Наши союзники – Абхазия и Южная Осетия – могут быть уверены в этом. Благодарю вас. Наступит время, и суд истории даст объективную оценку всем событиям, происходившим на осетинской земле. В отношении лиц, виновных в этом военном преступлении, нет срока давности. День скорби в Республике Южной Осетии является символом мужества ее народа и его несгибаемой воли к победе. Об этом говорится в письме спикера парламента Абхазии Лаша Ашуба к председателю парламента Республики Южной Осетии Алану Алборову в связи с 15-й годовщиной начала августовской войны в Республике Южной Осетии. Трагические события августа 2008 года стали переломным моментом в новейшей истории Южной Осетии. Последовавшее вскоре признание Республики Южной Осетии в качестве суверенного и независимого государства со стороны Российской Федерации стало восстановлением исторической справедливости и надежной гарантии безопасности и стабильности как в Республике, так и в регионе в целом, отмечается в соболезновании МИД Абхазии Министерства иностранных дел Южной Осетии. Именно Россия, призвавшая агрессора к миру до сегодняшних дней, является гарантом мира, спокойствия и развития нашего государства. Об этом сказал, комментируя события августа 2008 года, посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. По его словам, есть возможность широкого урегулирования после признания Грузии военных преступлений, этнических чисток, наказания виновных и возмещения ущерба. Должны быть представлены гарантии того, что подобное не повторится и, несомненно, признана государственность Южной Осетии, отметил Гассиев. В 15-ю годовщину трагических событий в Южной Осетии члены Общественной палаты, как и весь народ Республики Абхазии, с болью вспоминают всех, кто погиб за свободу и независимость Республики. За пять дней грузинской агрессии в 2008 году погибли 162 человек. Около 700 граждан получили ранения. Было уничтожено 735 домов и разрушено 2510 зданий. Это был переломный момент в истории юго-остинского народа, отмечается в письме Общественной палаты Абхазии. 15 лет событиям 2008 года на Южном Кавказе. Много это или мало? Задается вопросом на своей странице в Фейсбуке экс-посол России в Абхазии, а ныне посол России в Таджикистане Семен Григорьев. По его словам, этого достаточно, чтобы оценить военные и дипломатические действия России по принуждению Грузии к миру и последующему политическому регулированию ситуации как идеальные. Москва тогда вышла из кризиса с минимальными внешними издержками. Абхазия и Южная Осетия получили долгожданное признание, отметил Семен Григорьев. 12 человек пострадали, 2 человека в тяжелом состоянии, 2 погибли в результате ДТП. В аварии, произошедшей в Гагарском районе, по предварительным данным, пострадали 12 человек, их доставили в больницу. Об этом австальный пресс сообщил заместитель начальника ПСО по охране Гагарского района Денис Барциц. Два человека в тяжелом состоянии, 2 человека погибли. Гражданин Узбекистана Адбек Соломов и гражданин Азербайджана Али Ибрагимов, подозреваемые в убийстве 6 августа гражданина Абхазии и Турции Рыдвана Ханепа, задержаны в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий. 7 августа в Гале сотрудниками Управления уголовного розыска МВД и Службы государственной безопасности совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Галскому району Соломов и Ибрагимов были задержаны. Генпрокуратура Абхазии направила запрос о выдаче Людмилы Скорик в компетентные органы России. В отношениях с главного санврача республики избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказал на заседании коллеги, исполняющей обязанности первого замгенпрокурора Даур Амичба. Людмилу Скорик подозревает в двух эпизодах превышение должностных полномочий, в четырех эпизодах хищения имущества СЭС. Коллеги Верховного суда Абхазии признала виновными Игоря Гудалия, Аслана Зухба, Гарри Авицба и Артура Гудалия в убийстве Беслана Дзиба. Игоря Гудалия назначили 14 лет в исправительной колонии строгого режима, Аслану Зухбу 14 лет 6 месяцев, Гарри Авицба 3 года 4 месяца общего режима. Срок содержания. Абхазия Гарри Авицба зачтено нахождение под стражей с 26 ноября 2021 года по 7 августа 2023 года включительно, поэтому его освободили в зале суда. Артуру Гудалия назначили три года в исправительной колонии общего режима. Суд признал срок Гудалия условным с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течение 15 рабочих дней с момента провозглашения полного текста приговора. В торжественной обстановке клятву верности законному служебному долгу принесли будущие офицеры из Абхазии, направленные на учебу в специализированной высшеучебной заведением ВД России. Станясь! Смирно! В торжественной обстановке клятву верности закону и служебному долгу принесли будущие офицеры из Абхазии, направленные на учебу в специализированной высшеучебной заведении МВД России. Принятие присяги для каждого милиционера серьезный шаг – это особая ответственность в гражданский долг и вступление в профессию. Дав клятву служению народу, родине и закону, сотрудник милиции становится полноценным сотрудником органов внутренних дел и только своими делами он может заслужить себе авторитет, при этом поднять престиж высокого звания сотрудника милиции. Уважаемые бюджетенты, с сегодняшнего дня вы покупаете практически в ряды органов внутренних дел, будете обучаться в УЗР, в Российской Федерации, будете получаться ответственность за образование, также под свои специальности. Хотел вам сказать, что Родина вас ждет, нам нужны профессиональные кадры, нам нужна новая милиция. Надеюсь, что учебу, которую вы самовольно приняли решение пойти, достойно завершите, получите соответствующие знания, которые сможете применить в Азии для наведения правопорядка. Это очень необходимость, я понимаю, и очень хорошо встречается. Прекрасная молодежь сегодня идет обучаться во благо обеспечения правопорядка и безопасности нашей родины. Желаю вам успехов, желаю вам благополучия. Конечно, путь будет нелегкий, но я уверен, что вы все его пройдете достойно. Еще раз поздравляю вас всех, спасибо всем. Будьте здоровы. Руководители ведомства, старшие офицеры, наставники, родители и товарищи пришли поздравить курсантов с принятием присяги. Ведь для каждого милиционера это самое знаменательное событие. Вам огромное спасибо, родителям, родственникам, которые здесь присутствуют, которые сумели вложить это правильное понимание, защиту своей родины от интересов нашего государства. Всем огромное спасибо. Желаю вам успехов и благополучия. Всем огромное спасибо педагогам, которые занимались, ребятами. Молодцы, все хорошо. Надеюсь, что они достойно закончат свой вуз и достойно будут представлять нашу страну. В течение пяти лет курсантам предстоит кропотливо осваивать профессиональные знания, приобретать практические навыки, формировать профессионально значимые личностные качества. Зинаиде Габуни, доктору филологических наук, профессору, академику Академии наук Абхазии, присвоено почетное звание и заслуженный деятель науки Республики Абхазия. Указ об этом подписал президент Аслан Джани. Зинаида Габуни удостоена почетного звания за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность. Вторым указом президент Аслан Абжане присвоил Райко Шакай, ведущему певцу Государственной хоровой капеллы Абхазии, почетное звание Народный артист Республики Абхазия. Райко Шакай удостоен почетного звания за высокоисполнительское мастерство, большой вклад в развитие и пропаганду абхазского хорового искусства. Наша столица – новая республиканская общественная организация. Ее презентовали в Сухуми молодые политики. Учредителями организации стали более 40 человек, которые объединились ради того, чтобы продвигать реальные реформы в социальной сфере для сохранения идентичности абхазского народа. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Не верьте фразе, что все политики одинаковые, говорит председатель новой общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба. По его словам, здесь объединились политики нового поколения, те, которых интересуют реальные результаты их деятельности, видимые и ощутимые для всех жителей Абхазии. Приоритетом нашей деятельности является защита интересов молодых семей, прав детей, вопросы демографии и репатриации, здоровья нации. Нами движет искренняя тревога за судьбу народа и государства. На фоне событий в мире, новых угроз, противостояния стран Запада нашему стратегическому партнеру и союзнику Российской Федерации, на фоне колоссальных изменений в той же России, в странах вокруг нас, мы стоим на месте, тратим время на внутриполитическое противостояние, обсуждаем неприемлемые пути развития нашего государства, раскалывающие граждан и страну. Любой вопрос, который разделяет наш народ, должен быть снят с политической повестки. В первую очередь ради граждан страны. Спокойствие и согласие. Все разговоры о том, что все в политике одинаковые, являются политической манипуляцией. Я со всей ответственностью заявляю, что это далеко не так. Для нас такие слова, как честь, совесть и достоинство, не являются пустым звуком. Мы хотим служить своему народу, хотим строить современное успешное государство. Лаша Шамба объяснил, почему свою организацию они назвали «Наша столица». Ведь влиять они собираются на жизнь республики в целом. Столица республики Абхазия является не только политическим центром страны, но также культурным, научным, спортивным центром государства. Город Сухум не только гордость сухумцев. Столица принадлежит всем гражданам страны и является гордостью всего народа Абхазии. К сожалению, в канун юбилея победы в Отечественной войне народа Абхазии страну раздирают противоречия. Но мы, новое поколение граждан, не ищем то, что нас разделяет и раскалывает. Мы смотрим на то, что нас объединяет. Мы ищем то, общее между нами, что скрепляет нас, делает крепче. Ищем то, что позволит стране идти уверенно вперед. Заместитель председателя нашей столицы Алхаз Кунжария, врач. Возможно, во многом благодаря этому среди цели организации изменения ситуации в здравоохранении республики. Также необходимо внедрять мировые стандарты здравоохранения для молодого поколения, особенно в создающем семье. На всех этапах от создания семьи, планирования, рождения детей и укрепления здоровья младенцев, присутствие допустимого качественного медицинского сопровождения крайне важный инструмент обеспечения государственной поддержки и укрепления вопроса демографии здоровья нации. Ключевым моментом в решении этих вопросов является смена приоритетности в бюджете страны от здравоохранения к национальной безопасности. То есть пора переходить от слов к реальному делу. На презентации присутствовал и мэр Сухума Беслан Эшба. По его словам, критика власти по вопросу реформ со стороны молодых политиков не вполне уместно, так как много реформ уже проведено. По его словам, он готов сотрудничать с общественной организацией в дальнейшей работе, в том числе и по вопросу реформ. Про реформы тоже было сказано, у нас они проведены, и мы дальше тоже что-то смотрим, планируем. Поэтому мы всегда рады принять ваше предложение, готовы даже создавать рабочие группы с вашим участием, чтобы какие-то продукты появлялись, которые смогут нам улучшить жить не только в столице, а мы стараемся работать так, чтобы подавать некий пример, наверное, всем другим городам. Наша столица создана еще и для того, чтобы объединять молодежь, так утверждает еще один заместитель общественной организации. Ахныкалак, она будет служить для того, чтобы молодежь могла сплочаться тесными рядами во благо развития нашей республики. У нас очень много ценных кадров, которые обучаются за границей. Мы надеемся, что организация Ахныкалак станет центром для того, чтобы молодежь могла сплочаться во благо идеи нашей республики, чтобы наша республика могла цвести в полном свете. На презентации организации «Наша столица» присутствовали и депутаты парламента. По словам одного из них, Дмитрия Маршанья, новое общественное объединение может стать платформой, консолидирующей различные мини и силы. В нашей культуре и в нашей истории, мне кажется, всегда было то, что у нас невозможно было какой-то одной силой какие-то проблемы решать. Все проблемы мы решали сообщать, когда через дискуссию, через вот это сито все проходило, только тогда можно, мне кажется, к чему-то приходить. И когда такие организации формируются, это на самом деле вселяет большую надежду. Такого же мнения придерживается и лидер Абхазского народного движения Дгур Ардзенба. По его словам, то, что сегодня молодежь активно взялась за политику, необходимо приветствовать и поддерживать новых лидеров. Конечно, вопрос смены поколений ни в коем случае не должен преподноситься для противопоставления одного поколения другому, как это иногда пытаются делать некоторые политики. Наоборот, это большая радость и залог успеха в будущем. Это значит, что дело Владислава и его соратников по строительству независимого Абхазского государства будет достойно продолжено. А экс-президент Рауль Хаджимбам как опытный политик дал свои наставления молодому поколению. Предостерег от типичных ошибок и пожелал удачи своим последователям. Сделайте так, чтобы вас реально воспринимали как людей, которые будут делать те заявленные вами сегодня дела. А политика к вам сама придет, поверьте. Она придет к вам. Хотите вы этого или нет, она будет рядом с вами. И с учетом того нашего положения дел, которое сегодня складывается, и вчера, и позавчера, без политики жить невозможно. Но главное, чтобы в политике не было бы лыжи. Наша столица намерена активно вести политическую работу во взаимодействии с властью, обществом и коллегами из других общественных организаций. Марьяна Котова, Саито Гухава, Абазя ТВ. К новостям культуры. 600 тысяч рублей было собрано за пять дней проведения Пицунского международного музыкального фестиваля. Об этом рассказал в интервью спутник, художественный руководитель фестиваля Борас Кужба. По его словам, 150 тысяч рублей будет направлено на лечение одной из первых подопечных культурно-благотворительного фонда Ашана Аслана Джинджоли. Остальная сумма будет перечислена в фонд Пицунского храма для покупки нового концертного рояля. При этом сбор денег на это будет продолжен, добавил худрук фестиваля. У этого фестиваля есть большой потенциал. Артисты провели здесь уникальные шесть дней, и воспоминания будут их согревать. Поделился Борас Кужба. Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд социально-культурных инициатив. Видеомост Москва-Сухум посвященный проведению второго международного музыкального конкурса «Алиса Гитзба» состоится 9 августа в пресс-центре «Спутник». В нем примут участие художественный руководитель мост-концерта, пианистка Басини Шульман, заслуженный артист России, художественный руководитель квартета имени Глинки Олег Смирнов, а также председатель жюри и оргкомитета конкурса «Заслуженная артистка России», народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Алиса Гитзба, народная артистка Абхазии, директор Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба Нинель Бжани, художественный руководитель и главный дирижер Абхазского государственного камерного оркестра, народный артист Абхазии Давид Тарзян, заслуженная артистка Абхазии, художественный руководитель Абхазгосфилармонии Смаджения. Ежегодная выставка «Летняя галерея» откроется 9 августа в 12.00 в Центральном выставочном зале Сухума. Экспозиция в двух залах Центрального выставочного зала состоит из произведений живописи, графики и скульптуры. «Летняя галерея» – прекрасная возможность не только посмотреть работы современных художников, но и приобрести их для частной или корпоративной коллекции. Анонс спортивных событий. Игорь Адлиба проведет 17 августа бой в рамках уникального турнира по боксу от Boxing Promotions. Его соперником станет российский боксер, уроженец Каспийска, пригорода Махачкалы Александр Котов. Игорь Адлиба продолжает свою карьеру после первого поражения. В мае сильнее оказался Максим Черничок. Игорь входит в топ-10 российских боксеров в этой весовой категории. В завершении выпуска прогноз погоды. 9 августа в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый, умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-24, пьем 28-33. Температура морской воды плюс 27. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова